В Тверской области в 2020-2024 годах планируется установить и обновить 121 фельдшерско-акушерский пункт, а также провести капитальный ремонт 96 учреждений. Сейчас в регионе действует 551 ФАП и 13 фельдшерских пунктов. Совещание на эту тему провел 10 июня губернатор Игорь Руденя. Право человека на получение качественной медицинской помощи, вне зависимости от места проживания, предлагается закрепить в Конституции России. Это означает принципиально иную ответственность государству перед людьми за обеспечение достойного лечения. По вопросу одобрения, в том числе и этой поправки, можно будет проголосовать с 25 июня по 1 июля 2020 года. Важным фактом доступности медицины является расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов. Верхний Волжье уже имеет большой опыт работы в этом направлении. Программу начинали в 2018 году. У нас было размещено 61 ФАП на территории нашего региона. При этом есть специальные федеральные требования. Население от 100 до 2000 человек. Соответственно, более 6 километров удаленности от доступа к медицинской помощи. В текущем году на открытие новых ФАПов в Тверской области из федерального бюджета выделено свыше 76 миллионов рублей. Согласно графику, все работы по их возведению планируются завершить до ноября. На совещании Игорь Руденя также отметил важность подбора специалистов для работы в фельдшерско-акушерских пунктах. В настоящее время уже сформированы коллективы медработников для 14 ФАПов. Еще по двум ведется подготовка персонала. При установке новых пунктов будет учтен предыдущий опыт создания модульных учреждений. Имели определенный опыт по установке этих ФАПов, которые мы должны обязательно учесть в этой программе, в программе 2020 года. Планируется еще в рамках всей программы ремонт части ФАПов, которые у нас находятся на территории. Кроме того, благодаря накопленному опыту предполагается улучшить конструкции зданий. Например, укладывать в основу блок модуля утепленную железобетонную плиту, обустраивать пандусы и отмостку по всему периметру, мастить дорожки до входа плиткой. В ряде пунктов предусмотрена возможность проживания медработника. Игорь Руденя, кроме того, поручил предусмотреть возможность связи из ФАПов с областной клинической больницей.